Закон о реинтеграции Донбасса рассматривают в эти минуты на заседании Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны. Этот документ президент Украины внес как неотложный. В законопроекте прописано, что следствием российской агрессии стала временная оккупация части территории Украины. Москва применяет регулярные подразделения вооруженных сил и других военных формирований на Донбассе. А так называемые ДНР и ЛНР законопроект определяет как оккупационные администрации Российской Федерации. Вашингтон поддерживает документы об особом статусе Донбасса, говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере. Там отметили усилия Верховной Рады и надеются, что это позволит мирно урегулировать конфликт на востоке Украины. Подчеркнуть идеи для открытия своего дела и развития уже существующего бизнеса. С такой целью переселенцы с Донбасса приехали во Львов. Там для них провели тренинги, показали, как работает зеленый туризм и как зарабатывают на травяных чаях. Вдохновилась новыми идеями и моя коллега Инесса Зенина. Игорь из промышленного города Горловка Донецкой области переехал в село на Харьковщине. Там развивает цветочный бизнес. На постройку теплиц получил грант. На Западную Украину приехал получить недостающие знания. Сюда приехали с целью ознакомления с тепличными комплексами, которые на Западной Украине эффективно развиваются и работают. Альтернативные технологии отопления, так как это сказывается существенно на себестоимости растений, которые выращиваются, чтобы быть конкурентоспособным. На Западной Украине хорошо развита кооперация, когда община ведет бизнес сообща. Например, люди вместе собирают, сушат, фасуют и продают травяные чаи. С тонкостями дела гостей знакомит пан Василий. Правильная сушка – это самая главная, соответствующая порезка нужной фракции. И третье, самое трудное – подобрать упаковку, потому что львиная доля стоимости чая – это упаковка. Выходцы из Донбасса тоже предлагают реализовать идеи предпринимателей в своих новых домах. Так Виталий собирается на Харьковщине выращивать пряные травы. Там, на местном уровне, нет подсказок, по большей части. То есть есть, но там такие подсказки связаны с тем, что надо привлечь очень много финансирования. Естественно, его никто не даст. Но в этом случае я увидел то, что нужно реализовать на том уровне того города. Зарабатывать на зеленом туризме умеют в Закарпаттии. Причем считают это дело семейным. Семья Демьянов занимается этим бизнесом 13 лет. В нашем городе Сколе, когда мы начинали, это дело было на низком уровне. Теперь очень много людей принимают туристов. Все видят, что это и приятное занятие, и наша работа. Потому что у нас вообще нет предприятий, где можно заработать деньги, чтобы не ехать за границу. Начать и развивать собственное дело помогают в местных центрах занятости. Рассказывают, как разработать бизнес-план и получить стартовую сумму на предпринимательскую деятельность. До двух с половиной тысяч евро. Возвращается помощь в том случае, если вы работаете самостоятельно. Если вы нанимаете еще двоих внутренне перемещенных лиц или малообеспеченных, или воинов антитеррористической операции, то эта помощь не возвращается. Подобные бизнес-туры для переселенцев устраивают регулярно. Государство заинтересовано в занятости населения и развитии малого и микробизнеса. И на осознании на Руслан Белозеров, ЮАИ-ТВ. Обмен пленными по формуле 88 на 313. Одна из главных тем для Киева на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщила представитель Украины Ирина Герасченко. Сейчас в официальных списках 144 фамилии украинцев, находящихся в плену на оккупированной территории Донбасса. Но боевики подтвердили только 88 человек. Киев готов помиловать 313 преступников там, где это позволяет закон. В прошлый раз представители так называемых ДНР и ЛНР на предложение об обмене пленными не отреагировали. Под контрольной Россией так называемый Верховный суд Крыма продлил арест фигуранту дела Хизбут-Тахрир. Рифат Алимов будет под стражей до 9 декабря. В зал суда пустили только адвокатов. По словам защитника, сторона обвинения не озвучила веских причин для ареста. Отмечу, Алимова задержали на аннексированном полуострове в апреле прошлого года. Его обвиняют в участии организации Хизбут-Тахрир. В России она считается террористической организацией, запрещена с 2003 года. Правозащитники называют дело религиозно мотивированным. Европейский парламент рассмотрит усиление санкций против России из-за репрессий в Крыму. Пункт об этом включен в проекты пяти резолюций по делам Ахтема Чайгоза, Эльмиумерова и Николая Семены, сообщает Украинформ. Пакет ограничений активируют, если Кремль не прекратит преследование. В Европарламенте подчеркнули, санкции ЕС против России будут действовать до восстановления суверенитета Украины на территории полуострова. Украине необходим антикоррупционный суд. Для этого нужно подготовить соответствующий законопроект. Документы должны поддержать как провластные, так и оппозиционные фракции. С таким поручением выступил президент Петр Порошенко и подчеркнул, новосозданный судебный орган будет руководствоваться исключительно верховенством права. Вопрос в создании действительно эффективного, независимого судебного органа, который будет бороться с коррупцией и поможет ускорить рассмотрение дел против коррупционеров. Кем бы они ни были, антикоррупционный суд должен формироваться на конкурсной основе, под наблюдением украинской общественности. Этот суд не будет политической инквизицией, как может кому-то этого и хотелось. Более 9 миллионов украинских пенсионеров уже с октября получат прибавку. Это стало возможным благодаря новой реформе, подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман. На заседании правительства при этом отметил, что закон меняет подход к начислению выплат. Размер зависит от стажа. Кроме того, уменьшится дефицит пенсионного фонда. Но главное, подчеркнул премьер, система автоматически будет работать над постоянным повышением. В нее заложили процент инфляции и рост средней зарплаты в Украине. Пенсионную реформу депутаты поддержали накануне. Для выхода на пенсию необходимо иметь страховой стаж не менее 25 лет. С 2018-го он будет расти с каждым годом и в 2028-м составит 35 лет. При этом можно будет докупать недостающие годы. Мы заложили основу справедливой пенсионной системы. Это был непростой путь. Новая система позволяет увеличить выплаты уже с первого числа текущего месяца. Если до 1 октября минимальная пенсия составляла 1312 гривен, то сейчас 1452 гривны. Наказание за покушение на президента 34 турецких военных, подозреваемых в попытке убийства Раджепа Эрдогана, суд приговорил к пожизненному заключению. Военнослужащих обвинили в нападении на отель в Мармарисе, где отдыхал глава государства. Эрдоган с семьей покинул гостиницу на вертолете незадолго до вторжения, а злоумысленников арестовали. Попытка госпереворота в Турции произошла в ночь на 16 августа прошлого года. На скамье подсудимых по подозрению в причастности к заговору оказались тысячи военных, в том числе и генералы турецкой армии. Лауреатов Нобелевской премии по химии назвала Королевская академия наук Швеции. Награду разделили трое ученых – швейцарец Жак Дюбаше, британец Ричард Хендерсон и американец Йоахим Франк. Премию они получили за разработку криоэлектронной микроскопии. Она позволяет при помощи сверхбыстрой заморозки останавливать движущиеся молекулы органических веществ и более точно изучать их структуру. В Нобелевском комитете говорят, открытие ученых расширяет общее познание химических принципов и возможности в разработке лекарств. За свои исследования химики получат миллион долларов на троих. Скоро в этой сфере не останется никаких секретов. Уже сегодня мы можем наблюдать за сложными составляющими биомолекул в каждом уголке наших клеток, наших организмов, каждой капли жидкости нашего тела. Мы стоим перед революцией биохимии. И еще одна новость про миллион. На сей раз как заработать миллион нечестным путем. Целое состояние потратили бразильские воры на попытку ограбить банк. Четыре месяца назад в 500 метрах от отделения они арендовали дом и начали рыть тоннель, который должен был везти прямо в хранилище. Туда они даже провели освещение. Но когда до помещения с деньгами оставались считанные метры, афера сорвалась. Сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию, когда на полу в банке появились трещины. Правоохранители арестовали 16 человек. Если бы план утолся, то это стало бы самым крупным ограблением в истории Бразилии. Воры могли бы вынести более 300 миллионов долларов. На этом у нас пока все. Желаю вам хорошего остатка сегодняшнего дня. Больше новостей у нас, как всегда, будет через два часа. Не переключайтесь и будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин